приветствую анализ обзор прогноз криптовалют давайте посмотрим какие интересные события произошли на крипто рынке за последнее время целом все монеты находятся в зеленой зоне bitcoin подрастает на 6 6 процентов и из всего этого многообразия сложно найти монету которая выдавала минус шорты по биткоину за последние сутки снизились на 3 4 процента ланге также снизились но не намного всего лишь на 1 процент целом без изменений на эфириуме за последние сутки также не наблюдалось особых изменений по лангам и шортам произошло увеличение шортов на 2 и 5 процентов лангов на 14 все еще набранные в недавнем времени позиции как ланге так и шорты продолжает удерживаться и их пока не закрывают грейс кейл после вчерашней закупки совсем немножечко распродал купленных монет но это несущественно потому что сумме за неделю по-прежнему они имеют плюсовой баланс сантимент биткойна в твиттере показывает рост он у нас снижался все это время но на недавнем росте и настроение пользователей твиттера также пошло наверх сравнительная диаграмма на которой мы видим как вела себя цена после трех холдингов биткойна здесь наложены ла и самая наименьшая цена в каждом из циклов и на графике видно что нынешний цикл отмечен белым цветом далек от того чтобы показать свои хаи по временным рамкам мы уже вполне можем это сделать в любой момент но по ценовым значениям находимся достаточно низко данное сравнение трех циклов происходит с пиков каждого из них и здесь также мы можем наблюдать что белый график находится гораздо ниже двух предыдущих что говорит о том что запас хода еще есть но здесь по классике просто наложили дату холдинга и третий график также подтверждают предположение после просмотра двух предыдущих показанный рост в текущем цикле недостаточен для того чтобы говорить что перехай не будет и рост завершён здесь есть и по времени большое расстояние чтобы это сделать и также запас хода цене за последние сутки наблюдается резкий рост объемы покупок и продаж биткоины на всех биржах что неудивительно цену за последние сутки мотала резко как вниз так и наверх при этом собирали стопы в обе стороны из ближайших событий монеты то листинг на бирже битмарт монеты анкор и 7 августа на монете сейфмон пройдет открытая бета-версия кошелька на андроиде вчера произошел долгожданный хардфорд лондон на монете эфириум и согласно заявлению виталика утеряна вскоре можно ожидать значительных изменений блокчейн сеть вполне готова к обновлению которая поможет сократить потребление энергии на 99 процентов при майнинге эфириума после того как произошел этот лондонский хардфорк уже через несколько часов с момента вступления в силу снижения комиссии ликвидировала эфириумов на сумму около двух миллионов долларов вчерашний хардфорд стал еще одной ступенькой для перехода на эфириум 20 что позволит сменить систему proof of work на proof of stay принцип работа эфириума также как и у крупнейшего конкурента биткойна основан на системы доказательств работы proof of work что требует круглосуточного подключения глобальной сети компьютеров разработчики блокчейна уже много лет работают над тем чтобы перевести его на так называемую систему доказательств доли владения proof of stay который использует совершенно иной подход к обеспечению безопасности сети а также устраняет проблему вредных выбросов в атмосферу и переход к эфириуму 20 ожидается к началу 22 года но как пишут может быть проведен и раньше компания xiaomi добавила поддержку криптовалют у своего португальского реселлера но впоследствии данное заявление было удалено из твиттера скриншот конечно же остался мы всегда хотим быть на шаг впереди дать возможность всем истинным поклонникам хай-тека покупать свои любимые гаджеты за то что в настоящее время является самыми технологичными деньгами заявил педро мая директор по маркетингу xiaomi в ского магазина в португалии как позднее написал своем твиттере журналист колин ву португальский реселлер не связан напрямую с сяоми действует как независимая компания принципе это звучит логично с учетом того что в китае сейчас просто гнобят всех кто занимается криптовалютами а компания xiaomi является китайской очень было странно прочитать заголовок что они решили принимать крипту это просто как выстрелить себе в ногу думаете португальцы просто сами сначала запустили данное предложение целью хайпануть а может быть и правда внедрить оплату криптой продвигать свой токен который они упоминали но потом xiaomi быстро все это дело прикрыл испугавшись каких-то санкций со стороны правительства китая биржа binan закрыла клиентам из гонконга доступ к торговле крипто деривативами пару недель назад это произошло с тремя европейскими странами сейчас в этот список включили и гонконг был закрыт доступ к торговле крипто деривативами включая фьючерсы опционы токены с кредитным плечом и маржинальные продукты решение объяснили обязательствами по соблюдению местного законодательства seo binance чан пенчжао очередной раз подтвердил что binance будет соблюдать все требования регуляторов и чтобы им не сказали это тут же будет исполнено он подчеркнул что ограничение для резидентов гонконга лишь одна из многих мер то еще раз подтверждает тот факт что хоть бы наверняка и не живете в китае а вы живете в одной из стран снг россии казахстане украине беларуси любая из этих стран может что-то потребовать у binance передать им какие-то данные и binance с радостью это сделает лишь бы их никак не ограничили и не закрыли на территории страны лионель месси решил хайповать так хайповать вчера он объявил вчера всех удивила новость об уходе из барселоны и тут же выясняется что он решил влезть в нфти тему он создал собственную коллекцию нфти об этом он сообщил в своем инстаграме и написал что футбол подобен искусству он вечер в его коллекции будет 4 рисунка изображение месси на синим фоне с горящими глазами и робота подобной внешностью золотая фигурка месси несущий огромный футбольный мяч и рисунок на тему шахмат на котором месте охвачен кольцом из футбольных мячей 4 рисунок без названия здорово что такой известный человек не только в мире спорта на волне хайпа популяризирует крипто тему и в частности нфти что привлечет дополнительных людей и очень крутая новость пришла от coinbase они добавили больше способов для покупки крипты а именно apple pay и google pay теперь даже номер карточки вводить не придется просто нажимаешь купить через apple pay или google pay и крипто у тебя на кошельке ранее такая опция была доступна только владельцем собственной карты coin base ее нужно было добавить в кошелек apple pay сейчас же это не обязательно можно добавить любую карту виза или mastercard на данный момент заработал только сервис от apple и осенью ожидается аналогичная опция для гугла это несомненно классная новость для пользователей coinbase которых достаточно много еще одна интересная новость для жителей украины в мин цифры украины заявили о готовящейся легализации платежей в криптовалютах речь идет не о прямой оплате криптовалютами об обмене через посредника как это происходит с долларовыми картами жители украины смогут вполне легально рассчитываться криптовалютами принятием закона о виртуальных активах об этом заявил замминистр цифровой трансформации украины александр барняков законодательное регулирование позволит владельцам криптовалют защитить свои сбережения в цифровых активах легально обвинивать и декларировать и он подчеркнул что законопроект не признает криптовалюты средством платежа однако допускает операции эквайринга украинское законодательство также не разрешает расчеты в долларах однако долларовой карты можно спокойно оплачивать покупки так как во время оплаты происходит мгновенная конвертация законопроект предполагает что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций поэтому в украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами но через посредника интересная система осталось только найти то будет предоставлять такие услуги давайте посмотрим что у нас изменилось на графиках bitcoin эфириума и рипла и после вчерашнего падения мы как и ожидалось пробили предыдущей вой и зацепили расчетную зону на данный момент существует несколько возможных сценариев дальнейшего движения если и дальше придерживаться данной структуры и рассчитывать на рост волне b что в принципе я и ожидаю то на данный момент мы получили импульс коррекцию вполне возможно она завершилась также существует вариант что коррекция еще не завершилась и получим коррекцию вниз потому что перихая еще не было мы можем получить коррекционный зигзаг вниз и только после этого отрисовать второй импульс в рамках волны b но также справедливые дальнейший рост текущих позиций потому что здесь уже имеется зигзаг хоть и достаточно небольшой но он выполнил минимальной цели он имеет необходимую структуру и может являться завершенной коррекции а это означает что мы можем уже сейчас получить рост наверх в рамках волны b поэтому прогноз по биткоину дальнейшее движение наверх до достижений расчетной зоны 46000 за bitcoin нижняя граница расчетной зоны по эфириума такого четкого зигзага вниз не наблюдается здесь больше похоже на продолжающийся импульс поэтому основной прогноз по и фирму также в силе как он был и в начале этого импульса так по-прежнему он и актуален первая цель 3000 долларов за эфириум на данный момент мы имеем здесь дивергенцию на индикаторе что говорит о том что мы в любой момент можем пойти коррекцию это было бы естественно тогда бы мы начали отрисовывать зигзаг волне b потому что мы сейчас имеем импульс нужна коррекция еще один импульс тогда будет движение необходимое для коррекционной структуры но я думаю всем не так важно по как у структуре пойдет эфириум главное чтобы он приносил денег а до достижения расчетной зоны осталось совсем немного чуть больше десяти процент какая ситуация по рипу по рипу мы намного дальше от расчетной зоны волны b но она по-прежнему актуальна и прогноз здесь без изменений также за рипу я жду более одного доллара в район 115 за рипу ведь вполне вероятно что прошел импульс сейчас идет коррекция и далее мы получим еще один импульс для завершения движения в рамках волны b на этом сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях свое мнение всем удачной торговли и счастливо